Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня мы с вами, конечно же, будем кушать, как всегда. У нас будут вот такие вот булочки, мягкие. Сверху здесь барбарис, а внутри мясо. Никогда не пробовала, попробуем. Кукуруза и еще вот такие вот две булочки, они уже идут у нас сладкие. Эти я покупала килограммами, а эти штучно. Давайте пробанем, что ли. Давайте начнем с этой. И, конечно же, у нас здесь кофе. Кофе три в одном, мой завтрак. Очень вкусно. Мясо внутри. Я еще вчера присмотрела эти булочки. Сегодня встала рано, и, представляете, у нас с утра не работает интернет. Я звоню в свою медиасеть. Там говорят, все линии перегружены, позвоните позже. Звоню через час опять. А интернет с утра не работает, представляете? Буквально вчера заплатили за интернет. Сегодня мы будем говорить на тему сожительства до брака. Мне кажется, эта тема очень интересная, потому что я в инстаграме выложила пост и попросила позадавать вопросы. И там этот вопрос был просто в топе. Всем интересно мое мнение. Так как я кавказская девушка, и многие неправильно думают о Кавказе. Многие, например, в Европе, может быть, хотя в Европе про нас вообще не думают. Но в России, возможно, думают, что у нас только на свадьбе мы видим нашего мужа. И все тут. На самом деле, такого вообще нигде никогда не бывает. Все знакомятся, общаются, встречаются, но сожительство до брака здесь не приветствуется. То есть вы можете встречаться сколько угодно. Но жить вместе вы не можете. Это очень странно, согласитесь. Мне кажется, пройдет еще лет 10-15, и у нас тоже это будет нормой. Но пока что это не является нормой. То же самое, как, например, мой парень приходит ко мне в гости. У нас это ненормально. То есть как-то стыдно. Как же вкусно. Конечно, везде и всегда есть люди, которым поливать на чужое мнение. Они живут так, как они хотят. Я вам говорю просто про большинство. Например, девушка. Ей 25 лет. Не принято, что она переезжает и живет отдельно, одна. Она переезжает только в тот момент, когда выходит замуж. По идее, что здесь такого? Просто если девушка будет жить одна, все родственники как-то странно будут задавать вопросы. А что она переехала? А с кем она там? А чем она занимается? На Кавказе вообще очень важно мнение родственников. Что они скажут? Что подумает родня? Это прежде всего. Если даже я захочу, я не смогу жить со своим парнем до брака в отдельной, например, какой-то квартире. Обязательно он должен на мне жениться. Как я отношусь к этой традиции? Я отношусь к ней нормально. То есть я считаю, что реально лучше будет, если вы поженитесь, а потом начнете вместе жить. По мне так. Что касается интимной близости до брака. Здесь, опять же, каждый решает сам. Но по традиции у нас принято, что когда ты выходишь замуж, вот тогда у тебя это происходит. Да, но опять же, не все придерживаются этого всего. Каждый выбирает сам. У нас сейчас, например, даже очень много трансов всяких, геев. Также есть и девушки в хиджабе. То есть свободный выбор. Пока что над толерантностью нам еще работать и работать. Но такие люди есть. Они спокойно выходят на улицу. Их никто не избивает, не обижает. Многие иногда в комментариях мне пишут, что девочки с Украины, с России, что Айка, раньше мы про Азербайджан думали совершенно по-другому. Мы думали, что там просто овцы, какие-то там палатки. Смотрим на ваш дом. Во влогах видим город, и мы в шоке. Ребята, овцы здесь тоже имеют место быть. Просто они в деревне, я живу в городе. У нас есть девушки, которые ходят в хиджабе, есть религиозные парни, есть более современные. То есть разные. В тиктоке я слежу за одной девушкой, ее зовут Зумбрюд, она живет в Дубае, и она дагестанка. Каждый ее прямой эфир я просто залипаю. Она в хиджабе, покрытая. И так интересно слушать ее рассуждения. Она просто современная мусульманка, так можно сказать. Очень нравится. У меня никогда не было суперрелигиозных подруг. не потому, что я как-то плохо к ним отношусь, нет. Например, я училась в универе, у нас там не было ни одной покрытой девочки. Это девочки в хиджабе. В школе, на всю школу у нас была одна такая девочка. И она была не в моем классе. И, по-моему, на два класса меньше меня. Поэтому мне не с кем было об этом говорить. Не с кем было дружить, можно так сказать. Я не разделяю людей на религии, на расы, на национальные принадлежности. Чем мы люди. Например, мой брат, он всю жизнь такой был, знаете, оторвал. Но последние 3-4 дня он начал очень глубоко увлекаться религией. Моя мама только рада. Хотя мама не религиозная. Он начал читать Коран, изучать суры. Мога мне тоже рассказывает что-то оттуда. И, возможно, я тоже когда-нибудь приду к тому, что стану религиозным человеком. Но меня бесит. Просто добивают люди, которые прям заставляют, что не ты должна. Ты должна. Тебе и я ничего не должна конкретно. Ты мусульманка, ведешь себя как русская. По кайфу мне так. Дальше что? То есть я не люблю именно принуждение, потому что в религии принуждения нет. А люди почему-то берут на себя, знаете, такую власть, что я имею право тебя осуждать. Да ни хрена ты ничего не имеешь. Каждый человек сам должен к этому прийти. Я стараюсь всегда и во всем поддерживать женщин. Не то, что потому, что я тоже девушка, а просто во многих ситуациях я вижу, что они правы. Вот мне как раз таки в Азербайджане нравится, что это мусульманская страна. И в то же время у женщин есть достаточно прав. Это очень круто. И мне кажется, это по большей части из-за нашего президента, точнее жены нашего президента. Она топится женщин. За что ей респект, реально. Сейчас многие не согласятся со мной. Но я считаю, где родился, там и пригодился. Когда я жила в России, мне было некомфортно. Некомфортно из-за того, что я чувствовала себя не в своей тарелке. Я не чувствовала себя дома. мне как будто было стыдно, что я не русская. А здесь такого абсолютно нету. Что касается, например, меня и моего парня, он вообще очень чтит традицию. То есть я более такая, знаете, современная, а ему очень нравятся наши традиции. Реально. В этом мы очень разные. Среди всех есть плохие, есть хорошие. Если человек делает намазы, это не значит, что он прям идеальный. Во всем прям вот. Я видела девочку в ТикТоке. Она, короче, пиарится на том, что ее муж возьмет вторую жену. Я тоже подписалась на нее, смотрела, смотрела, смотрела. Где-то три месяца. Потом в конце она сказала, что просто я придумала эту тему для пиара, чтобы набрать подписчиков. То есть это обман. Насколько обман в религии приветствуется, я не знаю. Мы снимала видео. Возможно, вы тоже видели. Мы выбираем платье для новой жены, моего мужа. Я выбираю воспитанную жену для своего мужа. Она должна быть такая, сякая. А потом в конце сказал, что это все для пиара. Вот насколько это правильно, насколько это религиозно. Надо всегда стараться быть просто хорошим человеком. Я однажды пошла на лазерную эпиляцию, там была девушка в хиджабе. И получается, я была в очереди. Зашла девушка. Она ей сделала процедуру. После того, как эта девушка вышла, вышла из салона, она такая говорит, господи, сколько у нее было волос. Достала она меня уже. Фу, бля. Представляете, даже здесь у нее были волосы. Пришлось даже здесь сделать лазерную эпиляцию. Вот насколько это правильно. Сладкие, невкусные. В общем, на этом все, мои хорошие. Было очень вкусно. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите обязательно в комментариях, как вам мой новый цвет волос. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Экеймили. Всем пока.